посмотрите какое полотно это классно классно посмотрите как много у меня получилось хорошо ополаскиваем и немножко поджарим нам понадобится растительное простое масло рафинированное сейчас подождем когда оно разогреется необходимо обжарить лук до золотистого цвета и теперь это надо все хорошо перемешать можно вот такой вот получился у нас салат ну все все по-домашнему будешь простите вас пожалуйста сушен похоже знаешь мне почему-то напоминает какой-то вкус который нельзя писать чтобы не одно я бы не сам салатик такой довольно таки вообще вкусный довольно очень все-таки вкусно я распробую раз просто с каждой вилкой он кажется вкуснее как лидия будет пробовать фукака фукака точно сказала фукака ну чё как тебе в чём вкусно класс класс очень вкусно ты делит чё скажешь лидия стала есть то она скажет о как а теперь ест классно странная ты дама то отказывалась то согласилась кушаешь найдешь а ты что скажешь а класс да привет привет мои хорошие сегодня хочу с вами поделиться невероятным рецептом это салат из ростков маш выглядит готовый он вот таким образом это правда очень очень вкусно но помимо того что это очень вкусно это невероятно полезно сразу хочу сказать что этот салат по трудозатратам по времени да это заморочек в этом салате ох и ах от начала готовки 4 дня но поверьте это того стоит это того стоит то что я вам сейчас покажу для вас то будто в несколько минут а для нас это было в 4 дня промываем это все что сплыло сливаю промываю холодной водой видите вода мутная поэтому обязательно на промывать заливаем теперь комнатной такой температуры она не холодная и не теплая заливаю водой и упираю в теплое место моем случае возле раковины на 12 часов прошло 12 часов у меня вот так вот разбух сейчас его хорошо промою в теплой воде я беру обычную марлю потом у него такая есть емкость это от мультиварки такой электрической и давно уже отдала маме а вот эта вот часть осталась сейчас отрежу два куска марли сейчас нет как-то их разделю пополам это не принципиально важно намочила марлю такой тепленькой водички стелю марлю вниз емкости для этого мне понадобится также какая-то большая емкость можно любой тазик взять ставим отправляем сюда наш масс хорошо разровняли вторую часть марли тоже мочу такой комнатной температуре воды обязательно ложите марлю сверху потому что ростки не видят много света и они тогда будки потолще жизнерадостнее будут и вот этот вот все равно вес не будет давать им расти вверх держать маш для проращивания надо в теплом месте горят чтобы он не простыл желательно одеть сверху пакет я буду брать вот такой вот обычный пакет и сейчас поставлю сюда этот таз срок проращивания 4 дня не забывайте поливать каждые три часа так вот это все выглядит у меня ночью я не поливаю там вот у меня вода сейчас стекла а я этом оставляю прошло у меня три дня хотя должно было быть 4 но у меня стояла рядом с батареей это произошло очень быстро быстрее можно было даже уже вчера делать салат покажу вам как шеста все выглядит посмотрите жалко конечно сломаю я некоторые здесь корешочки посмотрите как много у меня получилось вода закипела и теперь я опускаю воду и буду варить где-то одну минутку может быть полторы закинули их кипящую воду ждем когда закипит и варить будем минутку покинули пробуйте оно должно слегка хрустеть приготовил тазик и вот такую вот шумовочку все сварилась достаю если кому-то будет интересно на вот такую шумовочку оставлю ссылочку я ее заказываю с алиэкспресс заливаем холодной водой как только достали сразу заливаем холодной водой чтобы прекратился эффект варки и заливаю еще раз холодной водой хорошо поласкиваю хорошо промыла маш в холодной воде он у меня остыл и залила его холодной чистой водой отставляю на 40 минут для того чтобы ушла горечь из него нам понадобятся плоды кориандра это что это семена кинзы кориандр я вам советую немножко поджарить я сейчас разогрелась сковородка разогревала на шестерке это средний такой огонь и немножко поджарим поджарим его совсем совсем чуть-чуть он когда начнет сейчас поджариваться он семена будут такие маслянистые они будут блестеть немножко поменяется цвет вы увидите и будет такой приятный аромат исходить от семян только не забывайте прям стоим стоим мешаем его у меня вот сковородка еще пока не нагрелась поэтому рукой мешаю сейчас возьму лопатку мне уже так испортилась сковородка надо уже новую покупать посмотрите ну пока нет возможности такой аромат пошел на кухне очень приятно пахнет немножко поджаренный кориандр а для чего поджариваю кориандр когда он поджаренный будут более ароматные блюда это будет намного вкуснее я вам очень советую тоже поджаривать и кориандр и кунжут совсем совсем немножко когда ваш кориандр готов ни в коем случае вы не оставляйте на горячей сковороде обязательно сразу подготовьте какую-то емкость мы сюда высыпем кориандр мой готов и будем ждать когда он остынет кориандр буду измельчать в кофемолке измельчила так как у меня очень много маш я буду угощать и маму и папу и у нас семья большая и ты у нас да есть поэтому делаю все в двойном размере вы поделите на пополам перца 2 2 луковицы такие большие и 10 зубчиков чеснока лук сейчас мелко нарежу нам понадобится растительное простое масло рафинированное сейчас подождем когда оно разогреется необходимо обжарить лук до золотистого цвета мой лук практически готов высыпаю сюда болгарский перец обжаривать буду его может быть минуты две не больше когда у нас уже все практически готово выключаю печку и добавляю сюда паприку и красный перец хорошо здесь перемешиваю обратите внимание печка у меня уже выключена горячая тока сковорода мне надо чтобы перец и паприка они открылись чеснок я выдавлю на чеснокодавки вы можете мелко порезать и отправляем теперь это к нашему маш и теперь сюда добавляю все приправы кориандр прям сюда на масло сыпать соли я возьму мелкую но возьмите аккуратно в общем с мелкой солью будьте вот у нас сейчас я положу это чайная ложка соли вы возьмите половину лучше черный перец соевый соус две столовые ложки очень вкусно получается с кинзой если вы уже большой противник кинзы то можете заменить другой зеленью но я бы вам советовала настоятельно лучше оставить с кинзой это очень вкусно будет нарезаем кинзу но так скрупулезно это все делает и добавляем порезанную кинзу помощники пришли подоспели артемка напугал их маму на терпеть самому дома из летки боится теперь не бойся и теперь это надо все хорошо перемешать можно это перемешать ложкой но я бы вам это советовала хорошо перемешать руками естественно руки надо помыть вы видели что маш был полная миска в результате когда уже все готово уменьшается наверно ну не в два почти в три раза его так вот получается не очень много вот такой вот получился у нас салат этот салат к своему стыду я ни разу не готовила для романа потому что немного заморочек но этот салат того стоит а он невероятно полезный в нем очень много протеина белка это для тех кто на правильном питании для тех кто занимается спортом и мне очень интересно что сейчас скажет роман его первые впечатления по поводу этого салата давайте послушаем так здесь или дуська роман его такой дети чай всего замазали да ну все все по-домашнему будешь простите нас пожалуйста сушим похоже знаешь мне почему-то напоминает фасоль фасоль напоминает а мне кажется какой-то вкус который нельзя писать чтобы ну нет но я просто что это есть привкус фасоли да как бы нет сам салатик такой довольно таки вообще вкусный довольно таки вкусный да ну хотелось бы поострее поострее но и сделать для того чтобы сейчас детям а себе мы сможем добавить остроты чтобы детки тоже смогли упаку что он очень полезный не а так вообще вкусно очень вкусно я вообще люблю такую фасоль бобовые все люблю очень поэтому но ты такой же ни разу не ел да это для тебя впервые в жизни очень вкусный как ты думаешь стоит он того чтобы так заморачиваться мне кажется да да стоит очень вкусный такой да и вид такой интересный своеобразно мне классно классно да но мне тоже очень нравится но ты играешься может быть если острого перца оста каун делается острым рома это корейский конечно он делается очень острым сюда еще можно добавить стручковый острый перец вот который мы купили но я для детей хочу отложить а потом добавить остроты на побывать конечно на острое будет вкуснее конечно просится я просто для деток делать поэтому не очень остро но кушаешь его приятно кушать да очень приятно все равно добавляю и перец и чеснок чеснок сейчас такое время когда много болячек начинаются всякие эпидемии и дети вот так чеснок поедят и перец красный это хорошо от глистов поэтому я вам тоже советую немножко добавлять чтобы детки тоже кушали о себе конечно я сейчас отложу и добавлю еще красного перца такого и этот салат получится я мы очень советую приготовить на новый год очень вкусный я сейчас раз пробовал очень все-таки вкусный и распробую распространство с каждой вилкой он кажется вкуснее каждый какой а сама что интересно для его когда ешь ты остановился и хочется еще хочется еще классный салат это очень мне очень вкусный да очень классно очень вкусный салат ха 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 не понравилось что вкусно. Нет, дочери не понравилось. А мне кажется, вкусно. Может, из-за чеснока не понравилось. Ну, сейчас другим дадим попробовать, да? Нет? У меня вообще божественно вкусно. Мне очень нравится. Сан, спасибо тебе. Побаловала. Надо вот на Новый год замутить, да? Согласен? Да, обязательно. Не, он вообще необыкновенный. Вообще классный. Вкусный. Да. Разнообразие в кухне. Разнообразие, да. Да. Очень вкусно, не знаю. Я очень люблю азиатскую кухню. Мне тоже очень нравится. Все, все. Вот. Надо уже брать острый перец, резать. Я хочу уже с острым перцем попробовать. Да, давай. Давай. Ну, чё, как тебе, Артём? Вкусно? Да, еще и еду. Класс. Класс? Очень вкусно. Ну, вот. Раньше не отказывали, сейчас соглашаются. Но она островато, остро, да? Угу. Ну, там чесночок, зато он полезен. Ты, Алида, чё скажешь? Алида стала есть, то она скажет, что как, а теперь ест. Классно? Странная ты, дама. То отказывалась, то согласилась. Кушаешь? Надюша, ты что скажешь? А тебе понравилось? Мама. А. Класс, да? Артём, у тебя какое мнение? Что ты скажешь? Ну, островатый чуть-чуть. Островатый, да? Да. Ну, а так, необычно. Мама. Ну, помнишь, вы их пробовали, когда они росли? Сейчас вкуснее? А. Мама. Ну, когда вот они только росли. А. Ну, в деле они не нравились. Классно, да, дочке? Дочке понравилось. Так я вообще не пробовала. А ты сначала не пробовала. Ну, как-то Диана бризговала. Она, когда эти ростки были, она бризговала пробовать их. А я их ел. Артёмка ел. Они, когда сырые, Надюшка разлила, когда сырые, то тогда напоминают такой свежий горох. Что, вставай скорее, скорее, скорее. Собралась. И сейчас поеду к маме, отвезу ей салат. Надеюсь, что ей понравится, как я приготовила. Как хорошо на улице. Всё-таки я люблю север. Я огромный поклонник севера. Свежий вот этот невероятный воздух. Я люблю, что сейчас уже, когда снег, когда нету этого песка, грязи. Это так круто, потому что домой не носится этот песок. Летом начинается таскаться песок, и мне кажется, что он везде. Для хозяйки работа увеличивается раза в четыре. сложнее, чем зимой. Зимой всё чисто, и в коридоре не надо по три раза мыть полы. Это здорово. Это так круто. Сейчас поеду к маме, потом расскажу её впечатление. Но вряд ли она позволит себя снимать. Как красиво. Я люблю, когда огоньки горят, вечер. Всё. Еду я уже домой. Маме очень понравилось. Единственное, надо было для мамы тоже сделать, как мы детям. Она говорит, как-то островато. Очень. Мне понравилось, когда мы добавили больше перца, больше чеснока. Мама говорит, как-то можно было помягче. И говорит, я бы их так просто ела. Но очень вкусно. Я бы вам очень советовала попробовать. Хотя бы даже просто делать, попробовать. Может быть, небольшое количество. Это полезно. И ещё раз, наверное, повторюсь. Такое. Для веганов это, наверное, потрясающее блюдо будет. Потому что это белок и протеин. Поставила машину. Попрошу Рому, чтобы он её сам загнал. Он её развернёт и поставит. Я боюсь как-то. Всё. Приехала домой я. Всё. Роман чистил, 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 чистил. Всё было чистенько. Опять сегодня весь день снег идёт. Уже Роман идёт. Сейчас машину поставит. Привет. Как съесть? Ты такая, как будто мы сегодня видели сегодня. Нормально. Маме очень понравилось. Она скажет, что островатору. Островатору, да? Да, она говорит, надо было ей как детям, наверное, сделать. Ага. Ну ладно, давай, перестаешь, да? Что-то ты так по голу, голый вышел прям. Скочить. Островатору, да? Продолжение следует...